В Донецке подвели итоги Республиканского конкурса научно-исследовательских работ Малой Академии Наук. Раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал учащейся молодежи. Такие основные задачи ставили организаторы, объявляя старт научному конкурсу. Харцисским школьникам не впервой принимать участие в подобных мероприятиях и добиваться успеха. И вот в этом году юные исследователи вернулись домой с весьма достойным результатом. В активе харцезян шесть призовых мест. Городской этап Республиканского конкурса состоялся еще в феврале. Учащиеся 9-11 классов харцисских школ представили на суд жюри 32 работы. Ежегодно проходит конкурс научно-исследовательских работ по Малой Академии Наук. Ну вот уже два года мы принимаем участие в Республиканском конкурсе, в котором участвуют дети, которые хотят показать свои способности в науке. Вот в настоящее время принимало участие 32 ученика. Это где-то на 12 человек больше, чем в прошлом году. Поэтому тенденция, что дети наши любят заниматься наукой, все больше и больше возрастает. К участию во втором этапе конкурса были допущены 13 авторов. Перед ребятами стояла непростая задача. Помимо оригинального исследования требовалось написать еще и контрольную работу по выбранной теме. Далее защита проекта в Донецке. Результат харцисских школьников превзошел все ожидания, отмечает Людмила Быкова. Из 13 участников МАН, представлявших на конкурсе «Харциск», шестеро стали победителями. Мы рады результатам, мы гордимся нашими учениками, потому что из 13-ти шесть стали победителями. Одно у нас первое место, это учащаяся 25-й школы Захарова Валерия. Диплом второй степени, тоже учащаяся 25-й школы. Мы получили диплом третьей степени 4 человека, это учащиеся 26-й школы и снова 25-й. То есть лидером по участию и победителем является наша 25-я школа. Одними из тех, кто готовил школьников к участию в конкурсе, были учителя истории 25-й школы Лариса Никитская и Виталий Пестрецов. Они хорошо знают, что написать достойную работу – это только полдела. Ее нужно еще выгодно представить комиссии. На этом этапе совет или подсказка наставника особенно ценны. В этом учебном году 9 учащихся нашей школы стали победителями первого городского этапа защиты МАН. А в дальнейшем 9 работ эти же были представлены на республиканском уровне. В таких направлениях, как химия, биология, история, информатика, русский язык. Это совместный труд педагогов и учащихся. И, наверное, такие высокие результаты в нашей школе, прежде всего потому, что творческая кредо учащихся и учителей нашей школы – это от творческого учителя к творческому ученику. Диплом первой степени республиканского конкурса МАН в секции «Философия и общество знания» завоевала десятиклассница Валерия Захарова, защитившая на отлично работу «История православного храма Харциска». Впрочем, свое будущее Лера, по ее признанию, намерена связать не с историей, а с медициной. Мечтает стать хирургом. А вот ученица 11-го класса, той же 25-й школы Мария Мацуева, также ставшая призером конкурса, свою жизнь хочет посвятить изучению русского языка. Вот и тему для своей работы она выбрала соответствующую – особенности разговорной речи в Донбассе, в секции языкознания. Ну и, конечно, эта тема поможет мне в будущем, потому что хотелось бы поступить, конечно, в педагогический, там, учитель русского языка или, может быть, логопед. Ну, что-то связанное с языком, это, конечно, да, филология – это мое. Впереди у Марии, как и у других участников конкурса МАН, очередная, на этот раз, обязательная проверка знаний – школьные экзамены и ЕГЭ.